Сегодня у нас 15 число января, я собрался пить чай в пущу по случаю появления солнышка, ее обещали в два часа, в два часа оно не появилось, не появилось оно почти до трех часов, не появлялось, и вот теперь порадовало. Число, я сказал уже, сегодня 15 середина января, и в это время в период солнцестояния зимнего уже должно быть сумеречно, а мы еще что видим, боже, день начал прибавляться, даже не верится, как быстро летит декабрь, ой, и декабрь тоже быстро летел, январь. Около нуля, может быть даже чуть выше нуля, погода хорошая, но только что сумеречная, как человек солярный я люблю только ясную погоду, нет, сумеречную тоже. Как человек двойственной природы я люблю все, но по-особенному. Может двойственной природы, черт его знает сколько у нас этих природ. Вечное расщепление. Вот сейчас подумал, человек нисколько есть, является чем-то, сколько создает себя чем-то. можно сказать, даже придумывает себя. И это совершенно естественно. Это нельзя поставить ему в укор или объяснить какой-то фальши, видимо он таков, ему надо себя создать. Ну а если ты себя не создашь, то конечно можно где-то там позаимствовать по-быстрому. Что-то там набросать, какую-то схему себя. в пауэрпойнт, натырить из интернета и все будет нормально. В этом плане создать следует, понимаете, как сделать что-то уж качественное. По крайней мере постараться, как во всякой работе. Угу. У меня очень смешит, смешил этот призыв. Одно время он был моден. Я даже помню это время, а это была такая Видите, она может сейчас есть еще в Америке. Леди Гага, что ли. Почему Леди, не знаю. Ничего от Леди не было. Но Гля. Для оборачивания публики такой титул подойдет. Такой ему, Леди Гага. И у него, наверное, как у всякого нынешнего артиста на протяжении творческой карьеры было и будет много разных личностей, имиджей. Тут такой, тут такой. Первый имидж ее был. Я тогда активно смотрел 600 секунд американские. 60 минут. 60 секунд на питерске. 60 минут. CNN. Фильмы. Я тогда увлекался американской культурой текущей. Слушал много. И вот она там появлялась. Ее раскручивали. Она везде появлялась. В те годы зовут, какие это были. И слоган вот который составлял часть образа часть образа, который она продавала на публику был таков. Будь собой. Будь собой. Однажды у нее брали интервью. Она была на своей территории. может в дом у тебя или где-то еще. В гостинице. На столике, да, в общем, брали серьезные американские журналисты. С центральных каналов. Туда попасть не так вот просто. Видно было, что эту вези раскручивали серьезные люди. Делали большой бизнес. И для его развития не жалели денег. Короче, сидела она в какой-то такой расслабленной позе. И по ходу интервью пила виски. С ней стояла так на третья опустошенная бутылка. Будь собой. Будь собой. Будь собой. Что равносильно бутник ем. Увы, природа прирождения не дает нам личность. Да, какие-то наследственные черты характера у нас есть. Но структура личности она нам не дает никакую. Эта структура создается и приобретается в течение жизни. в течение дня. Вот мы и в Пуща. Месяц. Не знаю, молодой. где сейчас солнышко там. А, впрочем, я не знал никогда как придерживать молодой или старый. старый. Теоретически... Нет, даже не знаю. Затруднее. А надо поинтересоваться. А надо поинтересоваться. Теоретически ведь уже ходили по снегу. Лед должен быть еще толстый. Не могло-то солнышко появиться часа два пораньше. Дела были. были. Не знаю. Демного как-то страшновато ходить по льду. А где бы зайти? Нет, лед хороший. Здесь есть даже хоккейное поле. Обозначенное. Но гуляющих мало. На коньках тоже. Никто не катался, лед для этого не чистили. Но здесь могут быть трещины. Но их легко будет узнать по наличию воды. Причем вода может уходить вниз, снижаться. Что это такое за штуковины? Лунки, что ли? Ха. Никогда не знал. Лето. Место, где собираются какие-то данные. Нет. Там леска. Ой, господи Иисусе, что я наделал. Это тут кто-то рыбу ловит. Вот так. Я поднял леску, потому что наживка опустилась на дно вместе с грузом. Все теперь непонятно, что это такое. Я выращал катушку до тех пор, пока не почувствовал, что усилия возросли. То есть груз поднялся со дна. чертяки ловят тут. Таким странным способом. Фактически это фиксатор. Как он славно придуман. Это вот основание кругленькое. Просто все совершенно. Ну, я в рыбалке совсем не разбираюсь. Что там они ловят? Не знаю. Ладно, прокатимся. Я уже по чуть-чуть осмелеваю. Как всегда. Лиха беда начала. Фух. Там было всегда хоккейное поле. Даже два хоккейных поля. Больших. Но следов много. Неужели сражались там хоккейные команды? Или просто люди прогуливались здесь по гульвару, туда-сюда, между воротами. Снег уже выпал, как три дня. В это время следов осталось немного. Снег Вот здесь было хоккейное поле. По руслу Днепра в этом году не прокатишься, оно не застыло. Красота. В картинках прелести. Румянец ночной зари и месяц посередине. Ворона. 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 без солнышка, конечно, все это не так красочно не так торжественно смотрится вот так дальше вечернюю полю неплохо вот хоккейное поле все отлично хоть какая-то традиция сохранилась хоть матч какой-то они сыграли или это просто каток небольшой ворот нет значит это каток лед уже таял потом опять застывал засыпанный снегом поэтому у него нет такой ровной структуры шушал кому же здесь не изрезан изрядно коньками да шуршал чувствуется доведешь ребром сапога съезжу к я не буду здесь пить чай парковую зону хотя это тоже парковая зона ближе к мосту скажем так через скатулку ух ты осталась прорубь под ольхой чудесная ольха красавица редко ольху ты встретишь такую древовидную в наших местах какая она плодоносная в этом году этот год конечно точнее прошедший был очень плодоносным столько удивительных вещей встречал сережки остались на дыш тошното вспомнил здесь я однажды в этой проруби купался на крещение тогда я катался со станиславом он был моим партнером по зимним покатухам да тогда я окунался с головой фугу не сразу отошел вообще когда было где-то около минус ближе к десяти наверно чем чем к пяти что-то мне так помнится и когда мочишь голову то не сразу приходишь с тебя после такой процедуры тело-то погрузить можно надо следить за неприятно чтобы не провернулись поэтому я сейчас такую погоду стараюсь не делать больших усилий на педали все солнышко спряталась парк пустой наверное играли дети надо думать в этом месте больше всего скопилось людей из тех которые гуляют парке скамейщики урок скамейщики чудесно пройдемся немного под мостом обязательно пройти ибо это священный ритуал триумфа триумф зимы назовем этот проход Триумф зимы над мостом или под мостом когда заменяли само полотно моста оставили старые сваи я не очень понимал почему так сделали я до сих пор не понимаю свои были уже немного обветшалые потрепанные временем кажется что вода нет лед толстый лед страннее сказать его толщину там есть пузыри в толще льда это кажется на расстоянии сантиметров 15 поверхности но тут надо еще принять что есть оптическая иллюзия связанная с преломлением света свет преломляется сейчас представлю себе он идет так тогда больше надо увеличить расстояние свет уменьшает глубину по-моему преломление явление преломления вот создает иллюзию уменьшения глубины и предмета погруженную воду надо прокатиться в оскоренке где же солнышко там ну все она уже не выглядит хоть есть с ней месяц неплохо начнем с первой рюкзак я сниму там ли там тормоз еще брякнусь и термосом будет капут вот теперь чуть тормозит при отстал сыроватый где до конца доехал влажный лед здесь хорошо протоптанная дорога я ее не так отчетливо вижу потому что начали сумерки но по ней прогуливаются в том-то на хорошо чудо красивое небо завтра сюда приехать посмотреть на эти виды роскошные если будет солнышко опять же если будет ну сейчас хоть закат можно увидеть или его отблески и то неплохо а днем так было совсем серо здесь бедный снеговик разбит за что здесь бедный снеговик разбит похоже на какую-то стихийную агрессию разбит снеговика нехорошо голову мы разбили как жалко мы его склеим опять будет плоская голова у нее небольшая и то неплохо нехорошо хватит картош сестра таланта изобилие в деталях это для начинающих настоящий мастер должен быть скупым вот это и есть камыш 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 настоящий который шумел камыш деревья гнулись сердитый ветер завывал вот здесь буду пить чай далеко ходить не буду далеко ходить не буду далеко ходить не буду там разжигают или уже разожгли костер видите катаются с горки небольшая группа летит мне сегодня в голову пришла интересная идея с утра пока я ждал солнышка я начал гуглить одну персону но не уже совершенно забытую думаю редко упоминают в учебниках разве что в Италии может еще в каких-то других странах которые читать память о первой мировой в Британии или во Франции это генерал Кадорна итальянский генерал ченерал Кадорна и вот в какой связи пришла мне в голову мысль освежить для себя его биографию и вообще историю тех той войны тех времен вот нет такого такого качества в человеке которое бы не переходило в нечто другое вот и бывает так что очень благородное качество сграничит буквально с очень отвратительным границей это стирается это благородное качество грозит превратиться в нечто совершенно неблагородное вот так вот с адмиралом Кадорна с генералом Кадорна а потом он был уже и маршал но ему нужна пенсия получил звание маршала в отставке почетное почетное звание вот так вот и с генералом Кадорна о нем есть разные отзывы одни хвалебные другие совершенно противоположные вот возьмем такое благородное качество как самопожертвование человеческое и в определенные моменты оно может превратиться перейти в отчаянный совершенно совершенно непристойный садизм садизм вот я помню с генералом вот сейчас я расскажу про это я помню с генералом я познакомился когда было праздновало столетие первой мировой войны и когда вышел вышел цикл видео огромный Инди Найделла это был 14-й год в котором война документировалась разбиралась неделя за неделю у него были недельные выпуски делания а потом у него начали специальные выпуски появляться вот from the trenches from the foxes холл biographies то есть биография из траншей из из лисьей нары ну такой одиночный одиночного копа много чего интересного где надела там целый космос этих видео вот и вот он рассказывал о том как война как проходила война на итальянно австрийском фронте был такой фронт итальянно-английский вот он был на юге италии за какой же там город италия боролась она вошла в войну не без колебаний это я по памяти говорю могу ошибаться в первую мировую союзники просто британия и франция соблазнили ее приобретением триеста сказали мы это победим вот а триест который тогда австрии принадлежал что в случае если вы будете участвовать в войне достанется вам по результатам ну Италия соблазнилась и потеряла там кучу народа 2 процента населения по-моему погибло вот в этой войне всех чем-то соблазнили Турцию тоже чем-то соблазняли в первую мировую войну потеряла кучу народу 13 процентов населения по-моему ну это считая армян наверное которых она подвергла внутри себя безжалостному конечно истреблению но это другая история Турция кстати во второй мировой войне не участвовала она уже набралась опыта на горе которое перенесла первую мировую и вот Австрите сражались с итальянцами там такая была река Исонзо и у Инди Ноделла было множество выпусков и названия такие были которые уже заранее вызывали улыбку у тех кто много смотрел его видео или многие смотрели каждое его видео вы видите вот таких было масса фанатиков и я в том числе был такой вот ну и там 7th offensive он за Исонзо Рива седьмое наступление на реке Исонзо вот фронты были статические война шла по сути окопная прорвать оборону противника было очень сложно а вот эта река Исонзо была разделяла австрийские и итальянские войска и вот главнокомандующий он был да он был главнокомандующий или главнокомандующий это австрийская армия что-то я подумал что он был начальником штаба генерал кордона вот он абсолютно был уверен что оборона австрийцев будет прорвана и он добьется победы на этом участке фронта а победы тогда победой тогда считалось буквально там прохождение на несколько десятков километров огромной уже победой вот и в этих вот всех бесчисленных наступлениях погибла масса людей не знаю там сотни тысяч не одна сотня тысяч погибло вот в конце концов было 14 наступлений это я уже утром уточнил так быстро просмотрел вот 14 наступлений на реке Исонзо вот и были успешны относительно ну надо понимать что успешность это означает не не разгром вражеской армии вот вот оттеснение на какое-то в принципе на какое-то тактическое расстояние 14 наступлений куча народу полегло и что интересно ну интересно вот что вот что значит как заставить армию вообще сражаться как заставить армию сражаться потому что это мораль при больших потерях очень страдает вот в принципе но Кардона будучи он был католиком кажется вот дочка его по-моему была монашка это я тоже по памяти из старых когда просмотрим видео вспоминаю дочка его была даже монашкой вот он был из аристократической семьи и по виду конечно нельзя было ожидать что внутри Кадорна находится такой так сказать римлянин абсолютно не несгибаемый условно говоря и вот он слал эти войска в бесконечные атаки вот они там погибали бесконечно и что интересно я этой фразы не нашел поскольку цитат Кадорна найти в интернете в подборке цитат Кадорна найти в интернете нельзя вот быстро может быть где-то она есть я не нашел и у меня сейчас у меня под рукой нет цитаты более-менее признанные авторизированные цитаты этого генерала но по памяти я помню одного его мысли насчет насчет армии он читал что чем больше армия потеряет людей в наступлении вот тем лучше это должно жертвы должны поднимать боевой дух жертвы должны поднимать боевой дух вот мораль армии от жертвы должна становиться суровой и не непобедимой суровой и непобедимой поэтому в итальянской армии было самое большое число солдат корт-маршалт прошедших через трибунал вот ни в какой армии такого большого процента как в итальянской благодаря Акадорни не было вот десятки тысяч были отправлены под трибунал за трусость вот и многие сотни тысячи расстреляны и даже был момент когда австрийцы нанесли и ощутимое моральное унижение вот своими победами австрийской армии Кадорна постановил ввести децимации в армии то есть возродил древний римский обычай в римских легионах да история сохранила свидетельство что были децимации децимации кстати применял троцкий в красной армии не знаю как на практике это выглядело но пафосное заявление о том что надо применять революционные децимации у троцкого были то есть что такое децимация это расстрел каждого десятого в отделении во взводе в роте на которых упал гнев предположим нельзя конечно произвести децимацию целого участка фронта где произошел какой-нибудь казус отступил предположим отступили подразделение на этом участке можно найти роту объявить что она провинилась больше всех в этой роте взвод и расстрелять каждого десятого а лучше всего в каждой роте вот приблизительно была такая политика и наскоро я нашел что Кадорна что все эти реформы Кадорна касательно наказаний солдат офицеров свелись просто к расстрелам отставших людей вот предположим шло подразделение в атаку кто-то там задерживался кто-то был сзади их просто расстреливали и все вот во что превратились во что превратилось предложение вернуть древний римский обучий в практику я лично думаю что Кадорна был религиозным человеком вот он потом написал мемуары не знаю кто их читает я не нашел быстро английского перевода возможно если перевели то на английский вот но я нашел в обичуре как это некролог в английской прессе прочитал некролог двадцать восьмого года он умер в двадцать восьмом году Кадорна и конечно о покойном в основном старается говорить хорошее но понятно было что все же вот вся эта бойня которая там была оставила какой-то тяжелый след в сердцах людей вот они старались возможно даже и не упоминать этого то есть аристократ образованный человек католик верующий католик практикующий надо понимать вот звезды пролетели католик превратился по ходу войны из героя вот он был интеллектуал вот вот и несомненно заслуживающий должности главнокомандующих начальника штаба но начальника генерального штаба но по ходу войны превратился во военненного садиста хе 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 х хе вот кто он был Кто он был? Патриотом своей страны, вот этот Кадорна, человеком безупречным, безжалостным к себе и к другим, способным к самопожертвованию. Возможно и было такое. Но вот другая сторона, это абсолютный садизм. Он, кстати говоря, снял с должностей огромное количество офицеров, что-то там полтысячи офицеров за то время, пока командовал войсками, пока не был отстранен. Он был отстранен после поражения, болезни, на которые навесли ему австрийцы вместе с немцами и вместе с венграми. Как бы австро-венгрия вместе с Германией. Это уже в 1917 году случилось. Вот и задумаешься вообще, как сходятся противоположные вещи. Суровость, патриотизм и самопожертвование превращаются в обыкновенный садизм. И их там не разорвать, не распутать. Потому что ответа нет. Ответа нет, есть только вопрос. Это уже надо обращаться не к истории, а к психоанализу, к Рейду. У него скорее можно найти ответ на эти вопросы. Где кончается патриотизм и начинается садизм? Да, такая вот история о генерале Кадорна, о маршале Кадорна. Боже, сколько зисюток. Они, такое впечатление, что греются, летают туда-сюда кругами. Холодно, конечно. Скорее всего, согреваются. О, подтвердила. Моя токатка правильная оказалась. Боже, как красиво. Какая-то сказочная природа здесь. Дубы, соусные. Какая-то похожая на это. super . Все, я попил чай. Утки исчезли. Вечерняя зарядка у них закончилась. Я включил задний фонарь. Сейчас включим фару и поедем. Хорошо. Наш снеговик. Пока. Чебурашка. Кто-то там на мосту. О, опять утки появились. Боже, их тут много. Ну, мы домой. Поехали, наверное, лесом. Домой. Поехали, смотри, где. О, летят. Торжествует. Торжествует. Утка. Наверное, укусила своего брата и убежала. Торжество. О, ущипнула и стремительно скрылась. На душе праздник. Здесь поставили диодные фонари. Привет. Как здорово. Ну, вот, мы уже в лесу. Тарвайчик едет. Семнадцатый номер, надо же. Почему не двенадцатый? Двенадцатый здесь тоже ходит. Отличная перетоптанная тропиночка. Бреется хорошо. Снег сейчас сырой. Что-то у меня, наверное, забыл подзарядить батарею на полной яркости. Не хочет работать. Снег приминается над колесом, поэтому трясет не сильно. А на сухую погоду бы ухо колбасила. Еще сейчас. По этому ярко еще чуть-чуть. Или на пол. Вдруг этот контакт пропадает. Тепло, приятно. То ли 0, то ли плюс 1. Вот так вот. Ну почему я... Посмотрим. Минус 1. Это еще один трамвайчик. Сейчас посмотрим номер. Ну, 12-й К. Вот и все. 12-й К. Хорошее число, дюжина. Какая-то, это так, ни к чему. Ой, какая красивая картинка. Пятно света. Желкое пятно. На темном фоне. Ох. Тихо. Ох. Ох. Продолжение следует...